друзья всем привет меня зовут ирина кулимина добро пожаловать на наш марафон арт магнолия и сегодня мы с вами нарисуем магнолию гуашью вот такой сюжет у нас с вами получится давайте приступать к работе в процессе я вам расскажу какие понадобятся материалы а также вы сможете посмотреть список материалов под этим видео начнем с вами рисовать традиционно с карандашного рисунка это конечно же обязательно без него работа может получиться не совсем то что мы с вами ожидали так давайте начали набросаем что где будет располагаться у меня квадратное изображение reference вытянутой то есть у меня тут задача сейчас или я сделаю цветок ближе сюда либо ближе туда я думаю что я вот так вот сейчас набросаю и он не будет со смещением вправо идти начали набрасываю примерно где он располагается вот и это мне очень поможет и вы всегда также делайте от общего к частным то есть начали просто понимаем где он будет располагаться а потом уже прорисовываем они начинаем с бутончиков а потом у нас раз и остальное не поместилось так вот значит у нас основу это к чему крепится магнолия такие новые почки бутон и будущее где стебель шире становится этот бутон более крупный так готова и где-то здесь у нас начинается основание сплошное вдохновение и удовольствие это рисовать это рисовать так и давайте отметим где у нас большой будет цветок хорошо где-то здесь начнется не цветок а лепесток простите этот наш основной лепесток так это все еще мы не за финале ли то есть мы можем еще что-то править конечно же вот этот немножко не на месте но смотрите у нас не стоит с вами задача прям вот каждую такую точечку трещинку нарисовать у нас не ботаническое рисование с многослойными отмывками вот тем более все цветки разные никто не знает как там в конкретном цветке пошло какой пошел изгиб какая трещинка поэтому мы не ставим себе задачу такую примут один в один срисовать в то же время я все-таки люблю когда похоже я про сейчас прям вижу что у меня вот этот лепесток не на месте получился так вот этот лепесток гораздо ниже и он под углом идет грубо говоря вот так вот он идет и лепесток и так уже больше похоже где где-то у нас серединка идет у лепестка ну так вот вам волну идет по форме так отмечаем давайте задний лепесток он тоже вот сюда придет это вот так вот там кстати тоже маленький виден кусочек так вот он здесь видите заканчивается и там уже он заканчивается вот здесь вот идет снизу маленький лепесток который еще не развернулся и тут отсюда начинается под углом такой как бы в разные стороны раскрывается и вот этот приходит вот сюда как-то вот так вот он идет и вот серединка у него идет вот здесь вот там еще вот лепесток есть сзади давайте его тоже отметим он если провести горизонталь он чуть чуть выше того тут я высоковато нарисовал поэтому вот отсюда где-то его сделаем так как-то так вот эту почку тоже можно побольше сделать все-таки это у нас магнолия они вербы вот тут она на нет сходит а что мы будем делать с фоном мы с вами посмотрим уже попозже пока рисуем сам цветок а остальное по ходу дела сейчас будем с вами уже приступать к работе красками и так сейчас начнем с вами красками я буду думать какие цвета я буду использовать конечно же буду использовать хинокридон розовый это новый цвет пинокс вышел его не было в моем наборе стандартным то есть зависит от того какой у вас набор красок до что у вас хоть стандартный набор вот такой холодный розовый обязательно нужен я буду эти краски выкладывать на палитру не все конечно цвета ну многие из них выложу это позволит чтобы краски не пачкали банках и чтобы они не сохли пока я рисую потом вот такой классный цвет кобальт бирюзовый тоже новинка у пинокса это тоже дополнительные цвета перемешаю не знаю такой красивый цвет что я его обязательно буду использовать вот просто я не могу его не попробовать в этой работе слишком он весенний естественно мне нужны нужны белила без них никак у меня в этой баночке уже белила заканчивается у меня есть еще одна баночка я приобрела пусть били у нас будет вот здесь лежать вот здесь еще белил много не бывает сами знаете на самом-то деле я не ожидала что гуашь такая стала вновь популярная я это поняла когда ко мне пришли на занятия акрилом студию не провожу очное занятие пришли девушки одна из них в ко мне ходит регулярно и мы планировали работать акрилом и они увидели у меня новую гуашь который мне отлежал как раз эта коробка пинокс она еще была не вскрытая и они прям так захотели гуашью что в итоге у нас был мастер-класс гуашью не акрилом и конечно гуашь которые сейчас это не та гуашь когда я училась то есть это гуашь чаще всего она на другой основе она не выцветает она довольно таки яркая сочная ну то есть это совершенно другая краска вот еще наверно охра понадобится но я пока не буду власти я думаю что еще я хочу ультрамарин открыть тоже положить немножко его пусть будет вот здесь немного если что я потом еще возьму пока вот такие цвета а дальше посмотрим давайте сейчас как раз расскажу вам еще про материала пусть материала будут у нас не вступительной части а вот сейчас а еще будет список написан материалов меня гуашь вся фирма пинокс набор у меня вот такой вот 12 цветов смотрите этому набору найду купил еще белила потому что белила расходуется понятно у меня новая банка запечатана еще стоит у меня еще дополнительные цвета это кобальт бирюзовый который вышел кридон розовый тоже в этом наборе не было и еще у меня такой есть оксид хрома зеленый посмотрим скорее всего он тоже понадобится но пока я его не выдавливаю посмотрим по ходу дела палитра у меня куда я выкладываю и кисточки у меня тоже вот фирма пинокс одна плоская скругленная номер шесть одна тоненькая номер пять хай-тек серия и серии креатив синтетика очень тоненькая 60 буду сейчас этими кистями работать потом будет у вас к уроку прикреплен список материалов если по ходу дела буду еще что-то использовать тогда в списке это будет указано о том что у меня какой у меня скетчбук у меня скетчбук малевич вот смотрите в таких тоже позитивных весенних цветах я буквально недавно купила на вайлберис не сочтите за рекламу артикул не скажу а для живописи акрилом гуашью смешанных техник мне очень понравилось что у него конечно же мы ведемся художники все на обложку очень понравилось что такая сочная весенняя обложка вот тут я уже рисовала и тут листы смотрите с одной стороны они немножко с фактурой а другой стороны полностью гладки бумага довольно таки плотная так начинаем тогда с вами работу в красками я буду рисовать начале сам цветок а потом уже фон и и возможно фон я не буду полностью закрывать я закрою только вокруг сейчас мы все это поймем в процессе работы основная кисть которую я планирую рисовать будет вот это вот номер шесть как плоская но у нее скругленный кончик где я люблю работать акрилом и маслом гуашью я тоже ее же рисовала и так вот он наш розовый кстати мы можем с вами его выкрасить на бумажке давайте посмотрим как он будет на выкраске вот здесь очень такой сочный красивый цвет но у нас цветок сам более такой холодный я поэтому буду этот цвет мешать вместе с ультрамарином такой получается красивый бордово-фиолетовый цвет и где-то буду подмешивать белил конечно же охрана все же пригодится и приоткроем и туда наверно кисточкой немножко мазну здесь вот ее добавлено да без охра у нас не как немножко хочу подмешать охра в край оба да и вот 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 хочется такой розовый более светлыми мешать здесь краю намешиваю белил побольше не туда каплю синего можно попробовать бирюзового немножко добавить в бирюзовым отлично вот и здесь делаем более светлая час еще белье посветлее мне понравилось бирюзовый какой цвет получается вот красиво очень у нас получается свет сверху а книзу идет тень а еще на краях у нас такой есть смотрите светлый контур ваш у нас можно перекрывать можно размывать здесь не хватает мне теплинки вот она там появилась и сразу мне нравится гораздо больше соединяю теперь более светлую часть с теневой мазки делаю по форме то есть у нас лепесток он вот так так вот идет волнами идет по форме и я так наношу краску они горизонтальные никакими там штришками мне очень нравится этот бирюзовый цвет он обалденный мы с вами будем стараться придерживаться тому что у нас свет теплый а тень холодная потому что перед на свету я вижу такие прям теплые охристые какие-то места исходя из этого я вот такое решение приняла такое прям тут темное место очень контрастная сейчас возьму кисточку потоньше и немножко сравняю то что у нас получилось более плавные какие-то переходы сделаю вот тут вот у нас не забываем что идет вот это центральная лепестка как направляющая до прожилки такие вот их можно где-то изобразить не так плавно соединяем чтобы у нас не было резкого такого перехода от цвета к тени помощью мазков корректируем эти переходы сглаживаем еще вижу что такой более красный даже виднеется прям в чистом виде беру этот розовый хинокридон здесь тоже просится такой вот лепесточек давайте мы сделаем светлый край у нас кажется белым конечно на контрасте на самом деле естественно не белый такой розовый тепловатый уже не фиолетовая более в теплые разведут здесь на палитре не хочется делать знаете такой контур чтобы он прям был одинаковый по всей толщине где-то он более четкий где-то он потоньше хочется сделать чтобы он не был как будто бы взяли там цветок вырезали и 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 тень ближе к краю там посветлее у нас конечно же там еще ухрист и такой цвет просвечивает сейчас мы как раз тут добавим так вот такой вот лепесток получился у нас самый такой темный самый серьезный потону остальные у нас будут более такие легкие нежные надо еще взять кинокридон маловато его уже вот здесь вот следующий лепесток я уже делаю светлее маска я так он вообще светится подсвечен у нас посветлее надо сделать так и здесь у нас будет свет белила беру охра если будет это недостаточно светом и потом еще добавим вот здесь тоже хочется светлую сделать так вот так хорошо дальше мы сейчас на контрасте положим светлые вот там вот сзади и следующим этапом сделаем вот этот лепесток вот у нас белый цвет просто он его надо размочить немножко такой светлый но более холодный этот лепесток еще светлее хочется сделать и край у него будет еще более белый хочется его сделать холодным еще потом беленького я добавлю где будет нужно более светлого здесь у нас тоже светлая сразу обозначу вот еще вот такой вот фиолетовый я вижу например вот здесь вот на стыке там потом уходит в теплые но фиолетовый здесь на мой взгляд тоже есть надо чтобы работа была гармонична поэтому цвета надо запускать по всей работе если мы в одном месте положили то лучше его и в другом тоже добавить так давайте вот этот лепесточек сделаем ну запускай Lightening ну да и «много» и запускай то «много» ну да и «много» не он туда уходит здесь он тоже довольно таки темные ну к верху он светлеет то что мы увидим ближе мне сейчас сразу здесь проложу тоже чтобы могли мыслить отношениями мы смотрим один лепесток относительно другого лепестка как смотрится все в сравнении смотрим на этой работе ну в принципе так я всегда рисую а я вначале какой-то базовый цвет тут прокладываю основной а потом я его немножко сглаживаю и детализирую оттенками сейчас возьму тоненькую кисти надо вот этот лепесток доделать у нас прям в чистом виде такой ухрист и надо нам добавить еще белого белое совсем мало тоненькая кисточка сейчас детальки хочу прорисовать вот эти светлые блики нам нужны обязательно по ходу работы тоже они нам дают возможность понять насколько тот или иной цвет темный или светлый смотреть в целом работу на отношениях тональных это такой светлый тон у нас сейчас мы вот здесь вот тоже сгладим край сделаем более мягкий и более теплый нам гуашь дает возможность подразмыть исправить то что нам нужно дополнить в этом ее прелесть по сравнению с акварелью говорили многие вещи уже все не справить уже надо работу заново начинать так потом вот хочу там светлые сделать блики здесь вот их очень не хватает вот сюда они тоже должны перейти краешек торец лепестка магнолий такой неровный здесь прям уже очень просится свет тоже вот сюда хочется чтобы он зашел здесь вот свет настолько светлый не нужен как сверху так хочу еще немножко форму цветка у здесь откорректировать немножко по прямой срезанный оказался так сверху мне еще хочется вот здесь отредактировать тоже тут такой тень проложить бы лепесток загибается и там тень немножко хочу тоньше тут сделать светящийся край и вот перехожу уже вот сюда здесь у нас прям такой охристый лепесток прямо отчетливо видно потому что свет у нас сзади как бы справа сзади но правее можно даже немножко желтого добавить чтобы пожелтее тот был цвет здесь уже конечно этот желтый он не такой светлый он втекает в розовый вот здесь вот здесь вот 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 край пожелтее хочется сделать чтобы вот эту освещенность акцентировать сверху тут конечно надо сгладить переход слишком грубый вот теперь получше мне больше нравится правее там тоже можно добавить розовые здесь надо еще сгладить я сглаживаю по форме как видите части прожилки идут по форме и я также движению мне такие же здесь хочется сделать такую темную прожилочку надо еще взять розовую и и на крышечке у меня есть розовый я его возьму сюда еще хорошо здесь краю хочется немножко сгладить этот свет здесь поделикатнее сделать этот контур мне все же вот здесь света не хватает хочется его добавить тачи лепестки здесь на тюльпанчики похоже немного есть такой да согласитесь со мной вот и наверное здесь еще добавлю желтенького усилия чтобы подчеркнуть освещённое место туда можно белого еще добавить более такого светлого с фиолетом смешать вот меня в целом устраивает сейчас подсохнет потом я посмотрю может быть где-то что-то еще если что вот здесь вот вижу можно свет добавить еще вот краешек прям светлый это не чтобы theftлом сме с всем что так пока оставляем так может быть так вообще уже оставим может быть и нет надо смотреть дальше будет все вместе вот я смотрю вот здесь вот по форме мне хочется добавить смотрю на силуэт силуэт мне говорит где у меня неточности может быть еще у верхнего лепестка надо добавить свет там действительно не хватает с краю желтую подмешиваю в охру чтобы чуть посочнее все таки был этот желтый там с краю он действительно довольно таки яркий такой там свечение прям не хватает и вот такой же давайте добавим вот сюда может быть такого там желтого и нет но я хочу добавить чтобы поддержать что у нас более гармоничная работа была такой же желтый можно немножко вот здесь и сделать вот там у нас маленький кусочек розовый помните его надо обязательно сделать я люблю такие контрастные вкрапления так и давайте сделаем вот эти почки будем обязательно мешать на что прекрасный кобальт желтым получим очень красивый зеленый только это кисточка слишком тонко мне неудобно работать вот это вот номер 5 номер 4 для такого формата идеально получается такой приятный цвет благородный пожелтее на пожелтее ухор очки на добавить главное не испортить потом вот попала в цвет она краю над посветлее будет сделать сразу сюда же добавляю светлая если будет недостаточно потом можно будет тоненькой кисточкой еще добавить так что у нас с правой стороны тоже тут и вот здесь сразу проложу так что у меня с коричневым цветом я смотрю у меня такого прямо готова коричневого нет кстати у вас даже еще закрыта на нет я и пользовалась все-таки и санская красная я вот сюда ее добавлю и попробую добавить синий ультрамарин да и вот у нас получается нужно коричневый ну-ка пробую туда не хватает охра сейчас боюсь ухом все-таки я испачку поэтому охру выкладываю не хочу испортить краски у меня эта смесь венецианская вдруг вас коричневого нет венецианская с охрой из вместе с ультрамарином вот такой вполне себе коричневый цвет получился выкладываю что так отлично сейчас возьму опять этот очень тонкую кисточку и ей буду тут детальки копаться во-первых у нас там идет обязательно свет у основания видите с правой стороны там свет в основании цветка дальше там более темные можно как раз этот коричневый замешать с нашим зеленым такой хаки немножко цвет и там с краю прям светлая можно еще добавить примести желтеньким смешать белый там светится и вот здесь тоже светится у нас там все-таки хочу немножко добавить и здесь свет сразу прошлась везде добавила немножко можно взять охра не вот здесь вот где основание сделать светлой под почкой здесь тоже такой светловато на стволе у нас более светлые такие полосочки вот эти точки прям такими яркими нарочитым делать не буду но как-то тоже их обозначу мне кажется по сути они будут лишними если мы сейчас будем в горошках делать так здесь надо свет тоже сделать так так и синий размочила немножко где-то акцентирует теневые части контраст добавляю немножко не хватает там темноты где бутон вот ну и принципе наш цветочек готов кроме а тут я смотрю сверху еще не сделано контур сейчас я сделаю если где-то будет потом света не хватать это можно добавить здесь можно немножко прожилочек добавить света не хватает видите там какие прям полосочки такие светятся такая декоративщина пошла я вообще такой люблю все декоративные меня хлебом не корми это я могу прямо закопаться не с удовольствием парке сидеть улучшать улучшать что-то добавлять кстати мне захотелось уменьшить в этом месте посмотрел на силуэт так сейчас я на месте при встану и посмотрю как это выглядит со стороны мне кажется все отлично я хочу немножко добавить фона не хочет делать фон те могут вот так вот оставить цветок он уже готов но он не будет сильно иметь общего с тем что у нас на картинке просто такой красивый этот голубой что сложно пройти мимо я считаю что он очень гармоничен в этой работе потому что он перекликается например с бутончиками с маленькими тут внимательно вокруг чтобы ее не заехать то что мы с вами вырисовывали а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, белый я испачкала уже немножко, сейчас хочу его достать оттуда. Такой у нас прям цвет Тиффани. Продолжение следует... Продолжение следует... То есть у нас сверху цветок, он явно... Если тонально смотреть, не по цвету, а тонально на фотографии, он у нас явно темнее, чем фон. А снизу фон темнее. Продолжение следует... Такой красивый этот цвет. Дальше, видите, уже лепесток на фоне него начинает светлым казаться, соответственно здесь нам надо утемнить. Продолжение следует... С той стороны я больше делаю вот этих светлых вкраплений. У нас там, видите, как раз вот этот цвет, он сзади и немножко справа от нас находится. Поэтому я там больше делаю теплых мазков. Не знаю, мне кажется, это такая цветотерапия. Ну, по крайней мере, у меня. Надеюсь, что у вас тоже. Вот такой зеленый, а то что я добавлю, но не сильно. Я боюсь, что он у меня начнет перебиваться с бутонами. Поэтому я его так немножко все-таки в синюю уведу. Так, а здесь я думаю, что буду подмешивать... Ультрамарин, наверное, и, может быть, как раз наш вот этот окись хрома. Так, здесь прям надо тоник и кисточкой обходить. Ой, смотрите, как сочно. Угу. 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 Продолжение следует... Более темный цвет. Я сейчас прям чистым цветом из банки делаю. Может быть, я и не буду никакой больше цвет добавлять. У нас все-таки такая реалистичная декоративная работа. Мне кажется, очень сочно так смотрится, вкусно. Продолжение следует... Белушки закрашиваю, здесь остались. Сейчас посмотрю внимательно, где и что. Где-то еще голубеньким мазну таким. Здесь тоже можно немножко такие блики завести на палочку. Немножко с фоном, чтобы перекликалось чуть-чуть. Немножко с фоном подружить. Мне кажется, надо так оставить. Единственное, что-то мне захотелось здесь еще справа немножко тепла дать. Чуть-чуть. Ну что, друзья, вот так вот у меня получился магнолия. Буду ждать ваши работы. Надеюсь, вам понравился мой урок. Рисуйте, чем у вас есть. Можете рисовать гуашью, можете рисовать акрилом. Возможно, кто-то захочет стать доном после марафона. Доны – это те, у кого есть доступ в закрытый раздел ВКонтакте с уроками. Это стоит довольно-таки бюджетно. Всего лишь 390 рублей в месяц. На данный момент там целых 10 полноценных уроков. И еще скетч, запись эфира. И если вы захотите со мной рисовать, я буду очень рада. В любом случае, жду вашей работы. Спасибо, что рисуете с нами в марафоне.